Ну так получается, что мы сначала начинали с группы под цифрами 7-8, но сейчас мы возвращаемся к первой группе. Финляндия и Чехия. Чехия очень долгое время боролась с голоданской командой за первое место, но потом неудачи последовали, которые привели к тому, что в последнем туре Чехам надо было обязательно финнов побеждать на выезде, для того, чтобы побороться уже за попадание в чемпионат мира в плей-офф. Мы увидим, как финны хорошо атакуют в начальном матче и здорово сыграл после удара Куйва 100 голкибер Чех, голкибер сборной и Челси. А это атака Чехов. Уже шестая минута. Юн отвечает замечательной атакой. Сейчас команда, вообще у Чехов масса была проблем с составом, ну в первую очередь касается нападения, значит, что Коллер тоже травмирован, Барыша проблемы. Так что, в общем, у Чехов есть, есть в концовке вот этого, получается, отборочного цикла проблемы, но все-таки решили они их конкретно в данном случае. Знаете, что Недвед завершил выступление за сборную, и поэтому здесь, в общем-то, Чехи во многом в этой встрече должны были показать, а что есть все-таки, знаете, вот чуть-чуть там сзади, за Коллером, Локвинсом, за Недведом. Красивый гол забивает Российский, это 51-го минута. Кстати, какой удар нанес этот атакующий полузащитник. Вот я думаю, что вот эти люди должны действительно определять лицо сборной Чехии. Еще один хороший момент, мы увидим, в исполнении сборной Финляндии опять Куйвастой играет очень мощно, но в итоге никто ему не помог. Надо было доиграть этот эпизод, не получилось. Ну, а у Чехов, в отличие от финнов, что не удар, то гол. Очень хорошо играет Хайнц. И все, что нужно, получилось в итоге. Довольно, доволен наставник, но в принципе, конечно, Чехам еще придется побороться, поэтому тут еще масса вопросов есть. Но, в любом случае, Чехи добились минимального. Чехи смогли занять второе место, видите, еще вот так, в Перекладину. В концовке, это Голасик делал передачу Ковчу, и тот мощно выстрелил в Перекладину. Карел Брюктер, наставник сборной Чехии, ну, вот видите, он с одной стороны доволен, а с другой стороны, хотелось бы, конечно, с первым местом.